Сахарный диабет это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ, в первую очередь обмена глюкозы, когда глюкоза в крови повышается выше нормы. Это уже сахарный диабет. И в зависимости от показателей глюкозы в крови, есть легкая форма сахарного диабета, которая не нуждается в специальном лечении таблетками или инсулином. При этом достаточно коррекции диеты. Есть средняя тяжесть диабета, которая как правило лечится таблетированными сахароснижающими препаратами. И тяжелая форма это инсулин, зависимый сахарный диабет. Каковы причины? Я не буду останавливаться на статистике, а поговорим о том, что нам интересно, как простым людям, которые заботятся о своем здоровье. Причины могут быть наследственные. То есть сахарный диабет, есть вероятность заболевания с сахарным диабетом, если в роду по материнской или отцовской линии были случаи заболевания с сахарным диабетом. Но кроме этого есть масса причин, которые могут способствовать развитию сахарного диабета. И мы их сейчас вкратце перечислим. Первая причина это ожирение. Избыточная масса тела не позволяет своему собственному инсулину, который вырабатывается у человека, полностью всасываться. То есть что регулирует уровень сахара в крови? Инсулин. Это гормон, который вырабатывается клетками поджелудочной железы. И именно этот гормон регулирует уровень сахара в крови в зависимости от приема пищи, от физических нагрузок и так далее. И вот у людей с избыточной массой тела, особенно у кого ожирение второй, третьей степени, своего инсулина полно. Но он не усваивается, потому что рецепторы клеток организма, из-за наличия избыточного количества жировых клеточек, эти рецепторы гормону не чувствительны. Это все равно, что в плохую машину залить хороший бензин. Бензин хороший, а мотор неисправный, и бензин не может помочь этой машине ехать. Так и инсулин. Инсулина может быть у человека много, но он не усваивается, поэтому сахар в крови повышается. Еще одна из причин – это поражение клеток поджелудочной железы всякими токсическими агентами. В первую очередь, это различные химические вещества, которые поступают в наш организм с продуктами питания. Сейчас очень много используется пестицидов, различных химических препаратов, которые используются для подкармливания растений, для борьбы с вредителями и так далее. То есть все вот эти химические удобрения, используемые в сельском хозяйстве, а также химические различные жидкости, которыми опрыскивают растения, они попадают в почву и остаются особенно в корнях, в корнеплодах. Потом мы едим некачественные такие загрязненные продукты, они оказывают токсическое действие на поджелудочную железу, поражают клетки, они называются клетки Соболева-Лангенгарса, которые именно вырабатывают инсулин. Кроме того, токсические агенты содержатся во многих продуктах питания, которые добавляются с целью сохранить продукт от порчи. То есть различные эмульгаторы, антиоксиданты, так называемые Е, вы видели в продуктах, часто пишут Е, номер там допустим 628 и так далее. Этих Е существует больше сотни, и в каждый продукт, в каждый производитель напихивает какие-то свои Е, для того, чтобы законсервировать продукт, чтобы он быстро не портился. На самом деле, многие из этих антиоксидантов являются токсичными, и в каждой стране есть свой перечень, который утвержден Министерством здравоохранения этой страны, который допускается к применению. В свое время у нас в Советском Союзе перечень вот этих Е был очень ограниченной. На Западе намного больше применяют вот таких консервантов, но из-за того, что уже санитарная гигиена у нас почти не выполняет свои функции, и контроля толком никакого нет, много продуктов импортного производства приходит нам с всевозможными консервантами и эмульгаторами, которые, даже не знаю, контролирует это кто-то или нет. Поэтому надо вернуться к простой крестьянской пище. Человек, который готовит дома свою домашнюю пищу, обычные каши, супы, борщи, овощи, особенно если они выращены на своем приусадебном участке, такие люди меньше рискуют заболеть сахарным диабетом. Кроме вот таких эмульгаторов, антиоксидантов, очень много используются красителей, опять-таки ненатуральных и так далее. Особенно обращайте внимание на консервы и продукты с длительным сроком хранения. Вот там этого добра полно. Кроме токсического поражения поджелудочной железы, поражение ионизирующей радиации. Ну, то, что у нас в стране случилось, мы знаем, пережили чернобыльскую трагедию. Она имеет свои отдаленные последствия. И многие заболевания, особенно эндокринной системы, как минимум на 50% связаны с ионизирующей радиацией. Идет поражение щитовидной железы, поджелудочной и так далее. Еще одна из причин – это переедание. Даже люди худенькие, у которых нет избыточной массы тела, у них повышен обмен веществ, но они очень много кушают, особенно сладкой пищи, углеводов. У них со временем наступает истощение поджелудочной железы. Потому что на каждый прием пищи поджелудочная железа выбрасывает как гормон инсулин для регуляции сахара в крови, так и ферменты для того, чтобы переваривать белковую пищу. И вот эта постоянная гиперстимуляция поджелудочной железы на выработку ферментов со временем приводит к истощению клеток. И может развиться как сахарный диабет, так и ферментативная недостаточность, которая приводит к разным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Дальше, еще какие причины? Стресс, психоэмоциональные стрессы могут запустить своего рода аутоиммунный процесс, который приводит тоже к тому, что меньше вырабатывается инсулина, чем человеку нужно. Что такое аутоиммунный процесс? Объяснить с медицинской точки зрения не всем будет понятно, это процесс очень сложный. А если сказать простыми словами, иммунитет данного человека агрессивно настроен к своей собственной поджелудочной железе. Это скажем по-простому. Вот этот аутоиммунный процесс, аутоиммунное воспаление, скажем так, и щитовидное, и, кстати, мы сейчас говорим о поджелудочной железе, приводит к тому, что она не может вырабатывать достаточного количества гормона инсулина. Травмы поджелудочной железы. Был пример, у меня коллега была доктор, которую в детстве, в возрасте 9 лет, ударили, бросили в нее камень большой и попали в подложечную область, в проекцию поджелудочной железы. И после этой травмы у нее развился сахарный диабет. То есть, ну, такие неосторожные иногда и игры, и драки тоже могут привести к травматизации поджелудочной железы. Ну, вот основные причины. Сам по себе сахарный диабет предусматривает что? Основная его характеристика, что повышается уровень сахара в крови, но многие больные не чувствуют этого повышения. Особенно больные со вторым типом диабета, когда не нужно колоть инсуин, а достаточно диеты и таблеток. У людей иногда сахара 14 бывает, и 18, высокий очень уровень. Они не чувствуют его, у них нет жалоб, ни жажды нет, ни зуда кожи, ни сухости во рту. И часто у таких пациентов диабет выявляется при профосмотре, когда человек случайно обследуется и это выявляет. Так вот, диабет страшен не столько самим повышением сахара в крови, которое можно не чувствовать, при этом может не появляться ацетон в моче, может не развиться кома, как тяжелое осложнение, но развиваются микрососудистые осложнения. То есть, образно говоря, опять не вдаваясь в патофизиологию, при сахарном диабете появляются в результате нарушенного обмена веществ диабетические шлаки, которые засоряют, образно скажем, мелкие сосудики. И из-за этого нарушается кровообращение органной мишени, что поражается в первую очередь. Это глаза, вплоть до развития слепоты. Это поражение почек с развитием хронической почечной недостаточности, а это процесс необратимых. Поражаются мелкие сосуды мозга, развивается энцефалопатия и поражение мелких сосудов и капилляров ног, когда на стопах могут появиться трофические изменения, вплоть до развития гангрены. Ну, звучит все страшно, то, что я говорила. Но оно страшно звучит, должно звучать для тех, кто собой не занимается. При легкой форме сахарного диабета, ну, как правило, до тяжелых осложнений никогда не доходит. Хотя небольшие, конечно, последствия в любом случае могут быть. Это и повышение артериального давления, это уже макрососудистое осложнение, может быть снижение зрения. Но, как правило, тяжелых каких-то осложнений не бывает. И пациенты, которые собой занимаются, выполняют все рекомендации врача, как правило, до конца своей жизни видят, слышат, ходят. Все у них в порядке. Если человек подлечивается, а кто собой не занимается, пренебрегает рекомендациями, тот, конечно, к большому сожалению, может остаться инвалидом. Мы сейчас рассмотрим основные правила того, как себя вести, какой образ жизни вести, для того, чтобы не допустить развития тяжелых осложнений. Первое. Это режим питания. Мы всегда говорим, вот, надо соблюдать диету. И слово диета очень пугает людей. Правильнее может было бы выразиться коррекция питания. Нужно исключить легко усваиваемые углеводы. Это сахар, мед тоже в это число входит. Хотя при легкой форме сахарного диабета, когда сахарокомпенсированный, понемножку мед мы разрешаем. И фрукты, потому что это фруктовый сахар. Исключается жирная, жареная, копченая пища, наваристые бульоны, особенно любители свинины. Ну, на Украине традиционно свиное мясо. Но, это мясо очень жирное. Оно не только диабетику. Оно не нужно вообще никому. Потому что сильно повышает уровень холестерина в крови. Способствует отложению бляшек атеросклеротических на сосудах. Особенно на коронарных, сердце. Способствует развитию инфарктов и так далее. Но для тех, кто ест мясо, вообще здоровое питание, как бы по-настоящему здоровое питание, предусматривает отказ от мясной пищи. Есть люди, которые едят рыбу, ну, это их там традиционно или выбор, или так они привыкли жить. Но мясо желательно было бы не есть. Но кто кушает мясо, надо запомнить на всю жизнь. Исключается полностью свинина, потому что это мясо, мы уже сказали, жирное. Кроме того, оно содержит в себе очень много паразитов, глистов и простейших, о которых люди часто не подозревают. Если это мясо не проходит нормальную тепловую обработку, а делает вот там вот балыки, полукопченые, все эти паразиты и личинки остаются там. И люди часто заражаются эхинококом, трихинеллезом и так далее. Болеют годами, а причины не могут им поставить диагноз. Это не сразу находят и обнаруживают. То есть тяжелые паразитарные заболевания и так далее. Исключается кролик. Почему? Потому что кролики, заяц, это очень пугливое животное. А мы при малейшем шорохе, у этих животных идет большой выброс адреналина в кровь. А поскольку сосуды есть во всех мышцах, то есть, по сути, адреналин остается в самом мясе. У нас традиционно считается, что это диетическое мясо, потому что оно обезжиренное. Но на самом деле оно очень не диетическое, потому что в нем очень много адреналина. И люди, которые употребляют в пищу мясо вообще, а в том числе кроликов, этот адреналин с мясом едят, а потом агрессивность, раздражительность. Потому что кроме своего адреналина, который у нас вырабатывается, человек употребляет в пищу адреналин животного. А любое животное, когда его ведут на угой, оно чувствует, у него выброс адреналина идет. Поэтому вот хотя бы нежирные сорта там, курица, гусь без шкурки, вот птица без шкурки, телятина, рыба, нежирные сорта рыбы. Из круп, в общем-то крупы все калорийные, все без исключения. Но самые менее калорийные считаются гречка, перуловка и овсянка. Кроме того, в гречневой крупе содержится аминокислота метионин, которая является сильнейшим гепатопротектором. То есть улучшает функцию печени и обменные процессы в организме. И гречку кушать полезно при диабете, несмотря на ее калорийность. Но предпочтение нужно отдавать зеленой гречке, не прожаренной. В ней сохраняется вот этот метионин. Кроме того, каши нужно правильно варить, не нужно, чтобы они долго на огне были. Достаточно их прокипятить там 4-5 минут, проварить и закутать. И в теплом, в закутанном состоянии, в тепле каша сама доходит. В ней сохраняются витамины, аминокислоты, белок. Очень калорийные крупы это пшено, рис и манка. Но пшено имеет очень одно полезное свойство. Не могу остановиться в подробностях, какое конкретное вещество оно содержит. Но пшено улучшает зрение. У меня был один пациент, который вычитал в газете, что пшено улучшает зрение. И он стал каждый день варить себе 2 ложки, сколько одному человеку надо. Он там немножечко в стакане на дне сварит себе на один раз в каше. И он говорит, я за 2 месяца почувствовал, что у меня улучшилось зрение. То есть это опыт конкретно, который я от человека слышала. Но учитывая то, что пшено очень калорийное, каждый день его варить не надо. Но раз в неделю небольшую порцию пшена можно осветать. Манка, конечно, очень калорийная, ее нельзя. Рис калорийный. Но если его отваривать и водичку с крахмалом сливать, а отварной рис использовать для приготовления голубцов немножко или для гарнира, в маленьких количествах можно. Самый главный принцип не переедать и не злоупотреблять. На кашах мы остановились. Теперь бобовые. Бобовые любые при сахарном диабете можно и даже нужно, потому что они содержат растительный белок. А растительный белок намного более полезный для организма, чем животные. Вот говорят, надо мясо есть, нужен белок. На самом деле белок животного происхождения, он очень тяжело переваривается под желудочной железой. Вот как говорят люди, я если не съем мясо, я голодный. Правильно. Вот поел мясо, и оно может перевариваться до 8, до 9 и даже до 12 часов. Оно может сидеть в желудке и перевариваться. Почему? И при этом создает ощущение насыщения. Желудок-то полный, оно же не переварилось. Потому что ферментов под желудочной железы нет в таком количестве, чтобы переваривать мясную пищу. Вот как нужно, потому что Бог-то нас создал на самом деле с самого начала травоядными. Он дал нам в пищу растения. Но потом разрешил кушать. Я просто констатирую факт физиологии пищеварения, что действительно животный белок долго переваривается, поэтому создает ощущение насыщения. Растительный белок переваривается быстрее, но он естественный для организма. Он более полезный. Он кроме белка содержит в себе очень много еще микроэлементов. Вот горох, фасоль, бобы, чечевица можно тоже кушать полезно. Дальше, овощи и фрукты. Овощи, в принципе, можно любые. Но учитывая то, что бурячок достаточно сладкий, корнеплод, его рекомендуют в умеренных количествах, но по сути человек его и не съест очень много, но сколько можно буряка съесть в дополнение к гарниру или как гарнир. А такие овощи, как капуста, любая, цветная, брюссельская, белокочанная, брокколи, можно в неограниченном количестве, свежие огурцы в неограниченном количестве. Все остальное, ну, столько, сколько человек, в принципе, может съесть. То есть томаты можно, баклажаны очень полезно, кабачки, сладкий перец. Вот сладкий перец тоже в умеренных количествах, потому что он много содержит фруктозы. Фрукты. Предпочтение отдается кисло-сладким фруктам. Это яблоки кисло-сладких сортов или умеренно сладких. Но опять, все зависит от того, сколько человек может съесть. Можно съесть и сладкое яблоко, но небольшое одно. Можно съесть кисло-сладких в течение дня три яблока. Главное, чтобы человек понимал, что если он не совсем придерживается диеты, что вот то дополнение к пище, которого ему хочется, а нельзя, груша сладкая, то остальное есть в небольших количествах. Груши. Есть не очень сладкие сорта, особенно зимние сорта, эти груши не очень сладкие. Опять, пожалуйста, одну грушу среднего размера можно съесть. Мандарины, апельсины, кисло-сладкие, пожалуйста. Если это сладкий, значит, одна-две штучки. Абрикоска там, три-четыре штучки. Они за раз в килограмм, как наши пациенты любят. Виноград очень сладкий. Лучше кушать кисло-сладкие сорта, чуть-чуть взбите оскорно. Самые калорийные это виноград, персики, абрикосы и бананы. Поэтому там нужно по кусочку, по немножко и распределять порцию в течение дня. Бахчевые культуры, дыня, арбуз, очень калорийные, их вообще не рекомендуют диабетикам. Но если сильно хочется, можно кусочек скушать, но это заменяет один прием пищи, допустим. Вот захотелось, съел кусочек там кавуна или дыни, можно в дополнение к этому пару галетного печенья. Это уже прием пищи, потому что он очень калорийный, больше мы сюда ничего не добавим. Молочные продукты. Можно обезжиренный, творог, простокваша, кефир, ряженка, но с обезжиренного молока. Сметану желательно 15% домашняя сметана не годится, она очень жирная. И то 1-2 ложки столовых в день, как в дополнение к первым блюдам или для заправки салата. Слово майонез забыть на всю жизнь, он очень калорийный. Кроме того, майонез, если домашнего приготовления, свежеприготовленный, вот его можно немножко в салатик. А магазинный, во-первых, там большое сомнение в том, что он полностью на растительном масле сделан. А множество вот этих Е, как мы говорим, эмульгаторов, всяких там загустителей, один из этих Е, который применяется в Европе, даже вызывает рак щитовидной железы. Это я получила журнал, у меня в журнале таблица, и я узнала для себя, сделала открытие. Я была в ужасе, что оказывается, вот такие есть вредные Е. Поэтому не покупайте майонез в магазине, хотите, делайте свежее, есть рецепты, но главное, чтобы было свежее яйцо. Кстати, делают наши братья и сестры, поделились опытом, можно делать майонез без яйца. Молоко с растительным маслом взбивается, но кому интересно, я просто потом, что-то, рецепт точно узнали. Он, нет риска того, что свежее или не свежее яйцо, опасность там сальмонеллеза и так далее. Так, молочные продукты мы сказали, фрукты, овощи. Можно понемножку семечки, но не жареные, а подсушенные в духовке. Особенно полезны семена, семечки горбузовые, потому что в них они оказывают хорошее противоглистное действие и содержат в себе много самого масла, вот этого горбузового населения, которое очень полезно для печени, много содержит витамина Е, является хорошим антиоксидантом. Вот, но подсушенные, жареные, они теряют все свои витамины и полезные свойства, и кроме повышения сахара в крови, ничего не дают. Орехи. Пару орехов в день можно, но опять-таки не за раз. Вот взял пять грецких орехов, съел, это заменяет по калорийности два приема пищи. Вот, приготовил человек овсянку, он может один-два грецких ореха потереть сверху на кашу, вот это у него завтрак. Дальше, принцип питания. Самая калорийная пища должна быть в первой половине дня, то есть каши лучше принимать на завтрак и на обед. Вечером больше должно содержаться в рационе питания белка и овощей, то есть творог, кефир, яйцо, салаты, овощные рагу, ну рыба, кто ест. Ну, чтобы не было вечером каши на ужин. Особенно для людей с избыточной массой тела, это важно. Исключаются всевозможные химические газированные напитки. Лимонады, кока-колы, пепси-колы, мы все знаем, что это все не то, что в пищу употреблять. Даже говорят, люди не отстирываются кока-кола, поэтому эти напитки очень неполезны. И вообще газированные напитки, даже газированную воду нежелательно диабетиком употреблять, потому что повышается загазованность кишечника, усиливается перистальтика. И это, пусть не напрямую, но косвенно влияет и на поджерудочную железу. Поэтому лучше пить обычную живую воду, живую имеется в виду, не кипяченую. Ее должно быть достаточно зимой в дополнение к первым блюдам, там, кто пьет там чай, кофе, который тоже нежелательно пить, а лучше натуральные напитки. Желательно еще хотя бы литр живой, не кипяченой воды выпивать. Летом можно и больше, 2-2,5 литра, кому нужно больше, пожалуйста. Так, о жидкости мы сказали. То, что я сказала, что нежелательно жарить пищу, то есть, если какие-то блюда нужно протушить с растительным маслом, тушить под крышкой. Или запекать, тушить в духовке, но чтобы не было жарки, то есть дымление жиров. Самое вредное, это дымление жиров, когда жир выгорает, дымится и превращается в канцерогены. То есть, все должно быть под крышечкой. Даже, приведу пример, китайцы, например, когда пассируют лук с морковкой, как заправка для блюд, они вначале на сковородку наливают немножко водички, высыпают лук с морковкой вместе и начинают тушить. Когда уже водичка испаряется, только тогда добавляют масло и накрывают крышкой. И, по сути, это не жарко получается, а овощи томятся под крышкой в растительном масле. Полезное блюдо запекать в духовке. Любые овощи можно на противень выкладывать, особенно брокколи, спаржи, вот полезно. Тоже из гвобов, да, отнесется спаржевая фасоль. Можно заливать чуть-чуть водички, немножко растительного масла, немножко сметаны можно обезжиренной и запекать в духовке. Картошка содержит много крахмала, но для приготовления первых блюд ее используют, пожалуйста. Желательно ее с вечера чистить, резать на кусочки и заливать водичкой. К утру лишний крахмал как бы из картошки выйдет, водичка с крахмалом сливается, а картошка уже добавляется в блюдо для приготовления супов, борщей и так далее. Как ни странно, но печеный картофель в мундирах не такой калорийный, как вареная картошка. Вот нам читали лекцию, я не помню за счет чего, но вот когда она готовится в сводственной кожуре, каким-то образом становится в ней меньше крахмала. Поэтому запеченная картошка в мундирах, даже отварная можно в мундирах, можно использовать на гарнир, но это не значит, что ее можно много. Опять-таки, одна хорошая картошинка или две маленьких и подольше овощей. Зелень без ограничения. А вообще надо стараться, что в рационе питания хотя бы 50% пищи было в сыром виде. То есть любые коренья, какие только можно, трутся на терке. Пастернак, сельдерей, топинамбур, на топинамбуре в двух словах остановлюсь, морковка. Все это трется на терку, можно гуряк в сыром виде немножко добавлять. У кого желудок не больной, позволяет здоровье, можно редьку черную. И любую сладку, дайкон и так далее, регисту, любые. И корнеплоды тереть на терку, делать салаты. Побольше зелени, ну сейчас зелень может быть не настолько натуральная, где она в теплицах выращивается. А летом листья салата, петрушки, кинза и что угодно в неограниченных количествах. Особенно листья салата, в которых очень много кальция и микроэлементов. Так, по питанию вроде бы обо всем поговорили. Мед, и топинамбур я обещала остановиться на этом. Мед, если уровень сахара более-менее стабильный, незначительно повышен или на фоне диеты нормальный, 1-2, даже до 3 чайных ложечек в день можно, только не за раз. Вот утром чайную ложечку там с галетом или на хлеб намазать в бутербродик, там в обед, можно вечером понемножку. Топинамбур это корнеплод, называют его еще земляная душа, наверное все знают, что это такое. Который содержит в себе инулин. По своей формуле он похож на инсулин человека, только растительного происхождения. Он помогает тоже снизить сахар в крови. Во-первых, за счет того, что обладает инсулиноподобным действием. Во-вторых, за счет того, что сам по себе он совершенно не калорийный. Можно из него и салаты делать, или просто есть лучше в сыром виде. Потому что когда он варится, он теряет витамины. Какой образ жизни, кроме коррекции питания, мы сказали, как бороться с сахарным диабетом. Первое, это коррекция питания. Второе, это достаточные физические нагрузки. Потому что физическая активность способствует улучшению выработки собственного инсулина. То есть, ходьба, больше стараться ходить пешком. Если недалеко, 2-3 трамвайных остановки можно пройтись, а мы в сушь лезем над битком набитый транспорт. Лечебная физкультура, работа в саду на огороде, пожалуйста. Главное, контролировать при этом артериальное давление. Больше, как таковых, противопоказаний нет. Если человек не инвалид, если у него нет тяжелого поражения суставов, и он способен двигаться, он должен двигаться. Плавание очень хорошо, если можно в бассейне, или там на речке, там где-то. Третий момент. Следить за своим психоэмоциональным состоянием. Я понимаю, что легче сказать следить, чем его контролировать реально. Но, тем не менее, мы можем сделать то, что от нас зависит, для того, чтобы мы меньше нервничали, и чтобы у нас был нормальный сон. Если люди включают телевизор и смотрят какие-то передачи, которые расстраивают, какие-то ужасы, новости, сейчас мы все понимаем, в какой обстановке мы живем. И люди, особенно эмоциональные, которые за все переживают, может лучше не смотреть и не слушать. Лучше там уже какие-то передачи о животных, что-то спокойное, какая-то умиротворяющая музыка. Больше гулять на свежем воздухе. Это способствует тоже лучшему функционированию нервной системы. Не пить на ночь крепких тонизирующих напитков, типа чая и кофе. То есть их вообще желательно из рациона исключить, потому что они содержат в себе кофе, а мы это традиционно, мы к этому привыкли. Но постоянное употребление напитков с повышенным содержанием кофе приводит к постоянному возбуждению, а в последующем к истощению центральной нервной системы. Поэтому лучше пить соки свежеприготовленные из низкокалорийных овощей и фруктов, то есть кисло-сладкие яблоки, морковка, топинамбур, любые корнеплоды. Для диабетиков можно делать свежеприготовленные соки, томатный сок, добавлять огурец, кусочек хрена, чеснок, любые свежеприготовленные соки, кроме сладких фруктов. То есть виноград, сладкие апельсины, бананы, абрикосы, это исключается. Ну, в общем-то, все мы сказали. Питание мы сказали, физическая активность, психоэмоциональное состояние. Дальше один немаловажный фактор – это уход за ногами. Для пациентов с сахарным диабетом очень важно сохранять здоровыми свои ноги, стопы. Почему? Любая инфекция, какая-нибудь инфицированная ранка, трещинка на стопе или волдырь, мозоль какой-то, который воспалился, могут привести к большому воспалению, к развитию флегмоны или гангрены. Поэтому больные с сахарным диабетом должны выполнять несколько простых правил. Первое – обувь должна быть мягкой, удобной, не должна сдавливать стопу, чтобы не нарушать кровообращение. Желательно, если есть возможность, чтобы это была обувь из натуральной кожи или из какого-то материала, который не парит ногу, чтобы нога избыточно не потела, чтобы не было влаги, потому что потом обувь трет, появляются потертости, они могут инфицироваться и приводить к большим проблемам. Желательно не носить обувь на босую ногу. Даже летом простой пластмассовый шлепанец, если нога потеет, может тоже приводить к потертостям, к появлению волдырей. То есть нужно очень аккуратно за этим следить. Носки синтетические нельзя носить. Носок простой, хлопчатобумажный или шерстяной. Резиночка на носочке не должна быть тугой. Если тугая резиночка, она тоже своего рода нарушает кровообращение стопы. Следить за тем, чтобы кожа на подошвенной поверхности стоп не была грубой, потому что сухая грубая кожа трескается, трещинки тоже могут инфицироваться. С этой целью хотя бы 2 раза, 1-2 раза в неделю нужно делать ванночки с морской солью. Морская соль смягчает кожу. Если есть грубые натоптыши, мы еще называем это гиперкератоз, сухая кожа. После ванночки с морской солью можно воспользоваться пемзой, но ни в коем случае не грубой, чтобы не оставлять ссадины на коже. Только легольничка пемзочкой приводим ноги в порядок. И после этого смазываем каким-нибудь смягчающим кремом. Нужно правильно обрезать ногти, чтобы не травмировать ногтевое ложе, потому что если неаккуратно срезан ноготь, травмируешь кожу до крови, опять-таки сюда может попасть инфекция и может быть проблема. Ну вот такие самые основные моменты мы сказали. В этой книжечке есть все необходимое, такой курс молодого бойца, курс для диабетика, где рассказано и о питании, ну и о том, что вредные привычки. Я на этом не останавливаюсь, все мы знаем, что вредные привычки, такие как курение и алкоголь, совершенно противопоказаны. Дальше. Есть еще два момента, на которые нужно обратить внимание. Надо помнить, что может быть декомпенсация сахарного диабета, то есть когда сахар сильно повышается в крови, при этом может появиться ацетон, и человек может доходиться до комы. Но это опять-таки идет речь, либо о недисциплинированных больных, которые не проверяют сахар в крови. И всегда людям нужно объяснять, что хотя бы раз в месяц нужно измерять сахар в крови. Дальше наблюдать за своим организмом, за симптомами, которые появляются внезапно, и человек не поймет, что с ними происходит. Это тошнота, сонливость, повышение жажды и так далее. Человек уже должен понимать, что-то не то, надо быстренько проверить сахар в крови. Люди, которые пьют таблетки, если врач назначает для снижения сахара в крови, должны знать, что такое гипогликемия. То есть, если человек не соблюдает режим приема лекарств, принимает их неправильно, не в тех дозах, которые врач назначил, при этом забывает покушать, сахар в крови может упасть ниже нормы. Тут в этих книжечках тоже описано, какие симптомы того, что сахар упал. И человек тоже должен знать, как себя вести, что нужно срочно покушать. Ну и так далее. Легче, конечно, предупредить заболевание, чем потом с ним бороться. Поэтому абсолютно всех касается. Вот эти элементарные рекомендации, как правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Желаю всем нам быть здоровыми. Если есть вопросы, задавайте. Пожалуйста. Большое спасибо. У меня такие вопросы касательно картофеля. Это же из Южной Америки. Дело в том, что мы к нему адаптировались давным-давно. Я суть вопроса поняла, что мы должны есть те овощи и фрукты, к которым мы генетически привыкли. Но картошка была завезена к нам, насколько я помню, где-то в 1700 еще каком-то году. Поэтому уже много поколений генетически адаптировались. Кроме того, смотрите, мы же едим тропические фрукты, овощи. Лучше для нас, если мы отдаем предпочтение нашим фруктам, овощам, произрастающим в наших регионах. Но нельзя говорить, что нельзя есть ничего завезено. Нужно. Просто нужно понимать, опять-таки, время, место, дозу. Ешьте наши яблоки с червячками простые. Видно, что они ничем не травлены и не кроплены. Наедайтесь кому нужно. А в дополнение в виде деликатеса можно съесть там банан или кусочек банана или еще что-то. Спасибо за внимание. Спасибо. И сейчас продолжаем межслужение. Молодежь прославит Господа Петью. Пожалуйста.